Пока небольшая пауза. Мы напомним все, что Дмитрий Менщиков совершил самый быстрый нокаут в прошлом сезоне над спортсменом из Польши. И, соответственно, в этом сезоне он пытается, скажем, показать свою технику. Но, скажем, предыдущий бой против сервского спортсмена Люба Ялови у него получилась лишь победа по очкам и только с использованием четвертого раунда. А вот Али Эль Амири одержал победу, сделав нокаут, нокдаун в четвертом раунде над узбекским спортсменом Живахиром Элбоевым. Так что, скажем так, небольшой перевес и умение наносить нокауты и нокдауны все-таки у Али Эль Амири. Как раз вчера на взвешивании говорили о том, что будут запрещены любые тейпы на ногу, и переводчица очень четко обозначила. Но, скажем, у команды из Испании с английским не очень. Но наша переводчица и на испанском это повторила, чтобы они были внимательны, чтобы будут срезаться, скажем, все тейпы с ног будут срезаны. Пока была пауза Медременщиков так вокруг да около все ходила вокруг своего соперника, глядывался, изучал, выглядывал, возможно, места, в которые можно будет сейчас нанести удар. Как правило, знаете ли? Новый раз. Клинч баннет, Элбоу баннет, бэкстар баннет, файт клеер, файт клеер, окей. Все, чистый бой. Чистый бой, но у клинч. Готов! Хай резер! Фу! Вин, только нокаут или нокдаун. Сейчас очень слышны нам вот эти иностранные выкрики марокканского секунданта. Марокканин живет в Испании. Кстати, должна была приехать его супруга вместе с ним, но в последний момент не получилась эта поездка. По какой-то причине. Все-таки, наверное, он подумал, что супруга в углу, женщина кораблей, к несчастью. И вот будем думать, к счастью ли секундант, который сейчас с ним в углу. Не прихватывай. А вот сейчас интересно, Дмитрий Меньшиков так в самом начале решил задавить своего соперника. Ох ты! Вот это было опасно. Давит молодостью просто сейчас Дмитрий Меньшиков. Зато каков Али Элемири. Опять мы с Ильей разделились. То есть, ну так, чтобы было интересно. О, Али Эль! Амири, как тяжело мне выговаривать, ты его, оказывается, буду называть его просто Али. Вот так на опции тоже видно, что спокойненько присматривается, отходит, высматривает момент, выжидает его. Но нет, нет, и умудряется пропускать, хотя не сильно. Защита работает. Посмотрите, что происходит, насколько красиво отрабатывает. Неужели это будет поражение Меньшикова? Да, но уже... Меньшиков задумался. А Меньшиков, как смотрите, сейчас отвлек просто внимание, сделал усталый вид и резкий контур-выпад такой от него. Но это напоминает одну из боксерских школ. Сегодня мы изучаем защиту от переднего удара левой рукой путем подставки головы. То есть, все-таки, Дима зря так на себя все принимает. В прыжке с колена Дмитрий Меньшиков пытался прописать марокканскому спортсмену. Вот эти колени, как вот эти марокканцы засовывают, как вот эти старые... А здесь просто вытолкал. Старый воин. Он знает, как минимальными усилиями добиться максимального результата. Ох, сдается нам, что еще не все карты, скажем, игроки вскрыли. Да, просто какой-то арсенал приемов, арсенал ударов, которые перед боем, видимо, выучивали. Опасно работает. Да, сейчас ногами как красиво, а главное эффективно. И заметьте, не кидается добивать. Выглядывает очень жестко. Потому что вот это вот тоже Меньшиков умеет маскироваться. Умеет уходить в защиту, показывая, что якобы... А потом резкий контур-выпад. Да, потом резкая контратака. Совершенно верно. Ох, эти колени. Да, колени опасные. Ох, уже этот удар Меньшиков левой сбоку на скачке. Ну, нельзя выходить против старого вояки с одним-двумя заготовками. То есть надо все-таки побольше иметь в арсенале. Вот так вот очень быстро и незаметно первый ранд. Прошел концу? Прошел концу, но хочется продолжения. Продолжение будет ровно через минуту. Ну, все. Нам можно верить. Какая красивая перебивка, девушка с табличкой. И напоминаем, уважаемые зрители, болельщики, на табличке есть хайштеги, по которым вы можете находить информацию о всех событиях и постоянных новостях о спортсменах на наших сайтах. Так что смотрите, интересуйтесь. Много информации, много событий. На повторе, если не ошибаюсь, хайкик называется. Удар с ноги и по голове. Не заметил. Я смотрел на табличку. И там, что на табличке ему написано, сайт турнира боитана.ру. К сожалению, не столь силен я, как вы, в этой терминологии спортивных, профессиональных боев. Но, просто скажу, очень красивый, главное, эффектный удар от Али прилетел Дмитрию Миничукову по голове с ноги. А у нас второй раунд. Что здесь будет интересного? О, чуть прямой в нос не прошел. Кстати, между прочим, этим же ударом прямым Алили Миреви как раз и выиграл у узбекского спортсмена. Надо будет смотреть повтор, возможно, и прошел, потому что покраснел нос сейчас у Дмитрия Миничукова. И начинает идти назад. Да, отступает Дмитрий, побаиваясь. Ну, мне нравится, импонирует техника марокканского спортсмена, потому что он, самое главное, не кидается вперед с вами голову. То есть очень выборочно, очень... Извините меня, 67 боев профессиональных, я думаю, научился за это время. А самое главное, 26 нокаутов, то есть говорит о том, что он умеет ждать. Не только таких он, не только такие орешки, как Дмитрий Миничуков. Он щелкал, но я думаю, Дмитрий сейчас может показать свои новые, возможно, школы. А все-таки 10 лет разницы и что-то современное он привнесет. Красиво уворачивается Али. Вот этот удар, конечно, живот не даст, не дает возможность Миничукову дышать. Постоянно держит напряжение. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, ну что-то Миничуков постепенно начинает и закрывать глаза, и опускать руки. Не поплыл ли он? Нет, я думаю, что Дима прекрасная в форме физическая. Просто сейчас есть... Ах, но здесь подскальзывается. Нет. Нет? Нет, Илья, поверьте... Я верил в это. Это заготовка. Это заготовка. А это? Это заготовка Миничукова. Вот тот ответ. Это, конечно, тот момент, когда Али кинулся вперед. Минута осталась. Дима подсказывает секунданты. И ух, как завелся зал сейчас на кнефть-арене. Все поддерживают, возможно, российского бойца, а, возможно, и просто красивый бой, который мы с вами наблюдаем сейчас. Не так прост Менщиков, как кажется. Ого! Что творит Менщиков? Забивает он в углу Али. Ну, скажем так, что Али тоже не его камши. Тут до этого он атаковал Миничукова тоже достаточно таким большим усердием. Были его атаки коленями. Здесь уже волнуются секунданты Али, уже так на взводе. Влад скажет, что нельзя так пропускать. Ой-ой-ой-ой, бог Менщиков начал менять цвет. Прям пострадал он сейчас. Ну, а у нас три секунды, и все, завершение раунда. Стоп! Ух, какой! Ребята, отдыхайте. Набирайте сил. Загляденье. Да, перевели мы немножко дух. Расслабились, отвлеклись от боев. Я думаю, теперь готовы мы точно. Ну, это хорошо, чтобы просто посмотреть. Это как в парфюмерном магазине. Почувствовать кофе, послушать кофе, чтобы перебить запах. Или, как говорят, эстетный вкус духов. Третий раунд. Третий раунд. Даже не знаю, что ждать больше. Нокдаун, нокаут или все-таки завершение. Да, но Дмитрий сумел в втором раунде все-таки зацепить Али. И показать себя. Да, и очень... И просто выстоять. Я говорю, опытный боец. Он просто достаточно грамотно спрятал свое состояние. Вот так мимолетное. А то бы, если Митряковский бы начал бы отсчитывать, тогда бы все. Решение было бы однозначно в сторону местного в пользу Минчикова. Вот здесь уже наседает Али. Хорошо он действует ногами. Постоянно пытается прямым живот дать Минчикова. Вот эти, конечно, опасные удары на отходе, на оттяжечке. Минчиков отлично сейчас работает. Я боюсь даже загадывать, что будет 26 октября, когда будет полуфинал. Какие зубры сойдутся на этом ринге. Так, пока даже без слуху загадывает. Сейчас смотришь на ринг и понимаешь, какие зубры здесь. И что сейчас показывает Али Эль Амери. Произнесу даже полностью его имя. Такую атаку он провел прекрасно. Минута осталась, подсказывает Митря Минчикова секунданты. Терпеть, терпеть, а возможно и давить, давить. Если Минчиков не будет бить, то, соответственно, победу судьи могут отдать и Принцу. Дима накручивай. 50 секунд. Ох, как хитрил сейчас Алили Эль Амери. Он надеялся, что Минчиков опустит руки во время падения. Сейчас хорошее уже попытался от Али Минчиков провести. Восторженно встретили зрители это. Ну, ринг-то от Нефть-Арены сейчас просто горит. Горит ярким пламенем. И такие две звезды сейчас встречаются. Опыт и молодость. И третий раунд подошел к концу года. Можно только поаплодировать, потому что это был... Говорить очень не хотелось. Вообще что-либо. И как-то это комментировать. Слова у нас с Ильей просто остановились. Мы больше не скажем. Тут нечего добавить, да. Все, что можно сказать, говорят сами бойцы. Аплодируем к тому и другому. Ну, что у нас? Четвертый раунд. Вновь. Итак. Четвертый раунд и сегодняшний вечер. Четвертый экстра-раунд. А если считать, что впереди у нас еще бой 120-килограммового Оливейра из Нидерландов против Константина Глухова из Латвии. Я даже не хочу переворачивать страничку своих подсказок, которые здесь есть. Илья, вам придется смотреть на ринг и комментировать. Потому что там что-то страшное нас ожидает дальше, но пока мы создаточимся, живем здесь сейчас. Четвертый раунд. Четвертый раунд. Отсюда, отсюда. Сюда, отсюда, отсюда. Сейчас протирают ринг. Ух, сразу как активно Дмитрий Менщиков. Начинается с ног. И так, ух, еще один лау-пих. Прилетает. Товарищ Али из Марокко. Мы помним, что именно в четвертом раунде Али Эли Мири нокдауном выиграл поединок в первом бое 1-8. Поэтому не будем расслабляться. Менщику пожелаем удачи. Али Эли Мири выстоять. И показать тоже максимально, что он сможет сейчас сделать. Да, но Али Эли Мири, я думаю, Эли Эли Мири сейчас немножечко, наверное, растерян. Я думаю, не ожидал он столь агрессивного начала от Дмитрия Менщикова. Вы думаете, что в течение его карьеры не было таких Менщиков? Я думаю, таких молодых и наглых, возможно, не так много. Но очень хороша эта наглость Дмитрия Менщикова. Она ему подходит. Она ему подходит, да. Особенно в четвертом раунде. Это экстра раунд. И здесь все ставится на кон. Все ставится на ринг. Осталось минута 50. Сейчас на нас бы не упали, бойцы. Ну, Али, надо работать и надо добиваться. Быть может, в бои по правилу ТНА еще элементы рестлинга привнести для пущей зрелищности. Хотя это всего лишь шоу. А вот это настоящие профессиональные мужские бои. Нельзя, нельзя. Здесь на ринге ТНА пятится назад, без удара. Нам очень хорошо видно, что Алиль и Миреев все равно искоса допоглядывает на секундомер. Но, как я понимаю, что это больше из того, чтобы правильно рассчитать свои силы и, скажем так, нанести свой самый сопрошительный удар в нужный момент. Да, потому что пока по количеству ударов четвертый экстра раунд. Вот, как раз это минута. Сейчас минута пошла. И этот старт, который вот-вот-вот и... Марокканская минута, назовем ее так. Да, то есть... Я не знаю, что может остановить Меншикова. В прошлом сезоне его остановил только Шерма Музулонов в финале. И теперь увидим ли мы в полуфинале Меншикова либо Алиль Миреев. Осталось нам узнать через... через 30 секунд. Да, всего ничего до завершения четвертого раунда. Давайте. Кто-то из них должен сейчас просто вылить всю агрессию, мощь, опыт на своего соперника. Дмитрий Меншиков, это окажется... Ох! Есть! Это нокдаун, я так понимаю. Нокдаун, мокдаун. В четвертом раунде. Пробил, пробил. Дмитрий Меншиков. Алиль Миреев. Неожиданно от Меншикова. Неожиданно. Это было неожиданно. И даже что? Это даже нокаут, что ли? Да. Потому что останавливает бой... Это нокаут, четвертый раунд. Дмитрий Меншиков. Ну что же... Боец из Прокопьевска. Пушка возвращается. Вау! Так, не ожидал, конечно, ее такого, откровенно говоря. Показал головой, качнул, что нет, он не может продолжать, не хватит у него пороха. Сейчас стоит не может, он не отдышаться, не прийти в чувства, и я думаю... Неожиданно отмечено, то есть все ждали, что он сделает удар рукой, а тут тебе здрасте. Да, прилетела с коленочкой. И Юрия в день. Показывает нам Мурата Азимова, который смотрит свой бой, пересматривает с перчатками на шее, не может расстаться с желанием вернуться на ринг чемпионата. Ну, сейчас вот секунданты подсказывают марокканскому бойцу, мол, как так надо было, как надо было действовать в этой ситуации, а Дмитрий Менчиков победный. Вот в завершении того режиссера показывают, что в зале только девушки, которые пришли себя показать. Да на других посмотреть. Ну что же, поклонников у Дмитрия Менчикова становится все больше и больше, но публика в Казани и в Татьнефтьарении в Ледовом дворце благодарна, и поверьте, она аплодисментами одаривает и Али Эмири, не забывает и его. Ждем информацию от Владимира Сычева. Победу нокдауном одержал Дмитрий Менчиков, Россия. Дмитрий Менчиков, браво, сейчас ждем его комментарии. Мы видим, как зрители на трибунах повставали своих мест, аплодируют спортсменам. Да, очередной шикарнейший бой. Для того, чтобы сказать, что сверим часы, сейчас 20.56 по Москве. Виталию Викторовичу Миллеру большой привет. И, Виталий Викторович, я помню те слова, которые вы говорили, но я думаю, мы будем делать дела. А так, всем большое спасибо. Казань, спасибо. Да, большое спасибо Казани и большое спасибо организаторам этих прекрасных боев. Это же, конечно же, ледовый дворец спорта Татнефть и главный день на духовитель и спонсор лимитарного проекта чемпионата мира в бою в Абраунгане. А публичное акционерное общество Татнефть. Вот такая информация, чтобы все знали и запоминали перед последним, наверное, культовым боем. Но пока Владимир Сучев напоминает про хэштеги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова